Ребята, привет! Продолжаю рубрику полезных советов о жизни в США. Я на велопрогулке показываю вам Америку, какая она есть, без фильтров, как живет средний класс, чтобы вы совмещали приятное с полезным, информацию получали и смотрели не на мое селфи, а вот смотрели, как живут обычные американцы. Ну так вот, я вам рассказывала, как получить ипотечный кредит в США, что для этого нужна очень хорошая кредитная история, Credit Score. Сейчас я вам расскажу, как построить Credit Score и что для этого нужно. Ребята, как только вы получаете Social Security Number, Сразу же открываете кредитную карточку, даже если вы не работаете. Чем быстрее вы получите кредитную карту, тем быстрее начнется ваша кредитная история в США. То есть, как без дохода? Во-первых, это никто проверять не будет, ваш доход. То есть, вы сами указываете, где вы работаете и сколько вы получаете. То есть, по сути, кредиторам, которые дают вам первые карточки, они могут дать вам на 500 долларов, на 1000 долларов, не больше. Им, по сути, неинтересно, сможете вы отдать. Нет, это как проверка. То есть, конечно, если вы не отдадите, это взыщут вас через суд, вы испортите вашу кредитную историю с самого начала, больше вам никто кредит не даст, вам это не нужно. Вам нужно хорошую кредитную историю, чтобы взять ипотеку, чтобы взять лон на машину, чтобы взять лон на учебу. Лон – это кредит по-английски. Моргидж – это ипотека. То есть, как только получили social security номер, идите в любой магазин и открываете там кредитку. Лучше всего дают такие магазины, как Bass Pro Shop сетевые, Target дает кредитку, любой. Ross очень хорошо дает кредитку. Marshalls, Maces, вот эти вот. То есть, любой, абсолютно любой, выбирайте ближайший к вам магазин и просите кредитку от этого магазина. То есть, самый простой способ. С этого начнется ваша кредитная история, Credit Score. Сколько вам нужно всего... Ой, там полиция, я туда не поеду. Ну вот, а то я без маски. Еще привяжутся. Вот, хотя у нас можно на улице сейчас ходить без маски. Прошли те времена, жестокого локдауна. Вот. То есть, смотрите. Второй фактор – вам нужно как можно больше этих кредиток набрать. На начале. Вообще, они любят, американцы любят, когда очень много кредиток. Пять, шесть, вот прям вот нормально. Вот. Но, тут есть один фактор, что в год вы можете... Вот когда у вас... Ваша кредитная история будет расти очень медленно. И в год оптимально открывать одну новую кредитку. Но, как сделала я, я сразу пять штук набрала. Вот. То есть, они у меня были как новые. Пять новых кредиток в год. И каждый год я открывала просто еще одну новую, какие-то закрывала. Ну, то есть, закрывать их вообще нежелательно. Можно их просто... Лок сделать. Там вот есть такая... Лок-ан-лок. You can lock anytime. То есть, когда вы сделали лок на кредитку, никто не сможет. Вы можете вообще про нее забыть. Покупать раз в месяц что-нибудь. Раз в три месяца даже можно какую-нибудь одну вещь. То есть, я на некоторые вообще не покупаю, не пользуюсь. Я делаю лок, и когда мне нужно, онлок. То есть, там в мобильной версии есть такой лок-ан-лок-ан-лок-ан-лок. То есть, для сейфти я делаю просто лок, что у меня, если кто-то кредитку взломает, никто ее не сможет использовать. То есть, второе, это вам нужно побольше кредиток набрать. Но тут такой фактор, что в год вы можете открыть новую одну кредитку. Если вы открываете больше, чем одну кредитку, ваш кредитный скоро падает. Вот. Дальше, следующий очень важный фактор. Вы должны использовать не больше 10-15% вашего available credit. То есть, если ваша кредитка на 2000 долларов, вы можете использовать долларов 200, не больше. Потому что, чем больше должны вы банку, тем ниже ваш credit score. Вот от этого очень зависит. Вот. То есть, пользуйте 10-15% и пытайтесь сразу же закрывать, когда ваш payment, date, все закрывать. Так вырастет ваша кредитная, кредит скоро вырастет. И вам уже под хорошие условия будут давать другие банки под 10-10 тысяч кредитки. То есть, вы уже можете пользоваться тысячу в месяц. Это 10% где-то. То есть, знаете, сколько бы у вас не было available credit, больше 10-15% максимум, 20% не используйте. Вот. То есть, запоминайте, да, количество кредиток, не больше одной кредитки в год. Но чем у вас их больше, вот так вот, тут вопрос времени. Тем ваш, чем больше банков вам доверяют, тем больше, как бы вы, тем надежнее заемщик. Вот так вот, по их меркам. Что если 10 банков вам выдали кредитки, и у вас там все хорошо, то это все хорошо. Вот. Не больше одной кредитки в год, новой. Не больше 20% использовать. Вот эти вот факторы являются основными. Вот на них делаете основной упор. Остальное это уже время. Это уже фактор времени. Чем дольше у вас ваша кредитка, тем вы надежный заемщик. И еще, сколько у вас всего Available Credit. Если у вас 50 тысяч долларов, у вас, допустим, 10 кредиток по 5 тысяч долларов. Каждые 50 тысяч долларов вы, то есть, и вы ничего не должны, вы ее не используете. Или вы используете, сразу же гасите. И вы должны им не больше там 10-15%. То есть, вы надежный заемщик. А если вы, у вас Available Credit 2000 долларов, и вы 50% им должны, это вот несчастную тысячу. Вот. То вы плохой заемщик. Вы, то есть, независимость, видите, даже сумма. Если там от 50 тысяч долларов, вы берете 10%. И от 2 тысяч долларов вы берете 50%. То есть, видите, больше кредиток. Меньше использовать Available Credit. И я еще прошу, что поднимите мне, пожалуйста, лимит. Просите, чтобы подняли лимит. У меня несколько кредиток было по 1000 долларов. Я им писала, что поднимите лимит. А мне поднимали. То есть, кредитка уже не новая. И лимит повыше. То есть, вот это вот. Вот эти три основные фактора, которые я ошибалась. Мне дали кредитку, помню, я сразу 100% ее потратила. Но это тоже. Смотрите, как я сделала. Только не делайте так. Это не совсем правильно. Мне дали кредитку на год. 5000 долларов. Год до 2 назад, наверное, было. Я сразу же все эти 5000 долларов потратила. И была должна их. То есть, 100% я была должна. Это, получается... На год мне дали ее без процентов. Я платила каждый месяц минимум. То есть, вы можете каждый месяц или закрывать все, или платить минимум. Если вы не заплатите минимум, большие штрафы. Вот. И то есть, я каждый месяц платила минимум. Вот так тоже, в принципе, так можно сделать. Но тогда нужно рассчитать, чтобы эти 12 месяцев вы выплачивали полноценными... То есть, чтобы до конца года вы все закрыли. Иначе я там минимум платила по 25 долларов, а под конец мне хоп так. А вы должны. И у меня остался месяц, чтобы закрыть большую сумму. Но это, опять же, сложно. Это вот ошибки. Такие, когда человек приезжает. Еще финансово неграмотный. И вот для этого смотрите YouTube. Чтобы не совершать чужих ошибок. То есть, если вы хотите взять сумму на год, то и отдавайте равными частями. Разделите вот эту сумму на 12 месяцев. Да, многие кредиторы дают без процентов. 5-6 тысяч долларов. То есть, ну тогда и нужно, чтобы потом не попасть на процент, отдавать равными частями. Разделить на 12 месяцев. А не платить постоянно минималку. Вот. То есть, вот. Такой вот лайфхак. Что может быть... Что может быть самое худшее, если вы не отдали кредитку? Ребята, на вас подадут в суд. Просто подадут в суд. И с вашего social security, где бы вы сколько там ни получали, будут вычеты идти на счет этой компании. То есть, взять и не отдать такого не получится. Вот. Тут не Россия. Тут не это. Но если, допустим, вы можете с ними торговаться, если вы набрали кредитов в 10 тысяч долларов, например, и у вас изменились обстоятельства, там вы работу потеряли, что-то еще, и ваш долг передали судебным приставам, вы можете с ними торговаться. Вы можете сказать, что у меня нет 10 тысяч долларов. Давайте я вам отдаю две, и вы закрываете этот долг. То есть, торговаться с ними можно. Я знаю, что люди так делали. Вот. Но вообще не заплатить. Это такого не будет. Так у вас не получится. Это законопослушная страна, где вы испортите просто себе репутацию. Ну, желаю всем удачной, хорошей кредитной истории. Она тут от 500 до 850. 850 от Excellent. Вот. Желаю, чтобы у всех у вас было Excellent. Всем пока. Продолжение следует...